приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы мы будем начинать сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как установить node.js и пакетный менеджер к ней поэтому если вы готовы с вас плюс ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии медицинской линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационные технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему так чтобы не бомжевать поэтому если вы готовы с вас плюс ну а я буду начинать и так следующий важный вопрос возникает что такое node.js коллеги это легкая эффективная java script платформа для создания масштабируемых сетевых приложений дело в том что java script изначально у него узкое применение да вот но благодаря node.js по сути можно создавать различные приложения масштабировать их да то есть применение java script резко вырастает благодаря node.js таким образом я бы сказал что это полноценная система также есть вот пакетный менеджер к ней да и как результат можно там делать все что угодно по сути таким образом сегодня я расскажу вам как установить node.js и собственно и пакетный менеджер к ней до ноды package менеджер что важно я буду выполнять установку как на дебеновских линуксах у меня это будет конкретно ubuntu 2204 и буду выполнять установку на редхетовских линуксах у меня будет собственно роки линукс поэтому давайте вот это все проделаем ну и соответственно у вас будет все установлено и так поехали значит первый важный момент чего бы нужно начинать вообще любые установки ну и вообще любые телодвижения это то что необходимо обновить ваш линукс да то есть вот у меня значит давайте посмотрим что это такое меня етк lsb и lsb релиз это у меня ubuntu 2204 но перед видео использование необходимо ее обновить для этого пишем следующие команды апт апдейт соответственно обновиться список пакетов в репозитории вот ну и собственно дальше 66 пакета может быть обновлено давайте их и обновим апт м дист дист минус апгрейд апгрейда значит ну и тут вот пожалуйста 115 мегабайт значит так есть и понесла душа в рай так все обновляется значит ну пока мне обновляется ubuntu я перехожу ко второй консоли и здесь у меня что у меня здесь давайте смотреть значит значит что у меня здесь у меня здесь роки linux до 9 версии вот тоже необходимо его обновить итак поехали что мы здесь делаем dnf апдейт апдейт и что мы видим то что здесь апгрейд 220 пакеджей да ну что есть это же все это дело обновляется так то необходимо немножко подождать тут зависимости от вашей системы насколько ну то есть насколько вы за ней ухаживать если вы там следите если вы там все обновляете то соответственно будет быстро так здесь мы нажимаем окей новое ядро будет установлена так перезапуск служб окей ну и по сути ubuntu готова единственный важный момент то что ставилась новое ядро то я отправлю на перезагрузку сервер для это опишем шутаун минус r на у и соответственно сервер уходит на перезагрузку здесь необходимо несколько секунд может быть десятка в секунд что это дело все перезагрузилась так но руки у меня здесь да еще качает качает здесь конечно побольше всего так total total ну почти до total значит да так 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 все скачалось ну и начинается по сути установка так здорово пока руки ставятся у меня уже ubuntu перезагрузилась соответственно делаю restart session логин root и соответственно пожалуйста я вошел систему и так поехали коллеги система готова следующий важный этап это необходимо добавить репозиторий то есть я буду ставить но джес с помощью репозитория до добавляем репозиторий добавляем ключ к репозиторию и по сути выполняем установку в чем преимущество через репозиторий в том что если но джес будет обновляться на данный момент это 19 20 вот если будет обновляться то соответственно опять-таки вы сделаете там dist upgrade и у вас все обновиться поэтому я собственно буду воспользуюсь репозитория значит и так копируем это все дело да значит си url дэп но the source с этап current x и перенаправляем в баш и по сути добавляется репозиторий вот ну и дальше сейчас апт апдейт выкачает список новых пакетов так так все ключ добавился репозиторий добавился здорово ну и следующий этап коллеги это уже установка непосредственно установка но джес но что важно здесь нам система рекомендует то есть если вы занимаетесь разработкой именно приложение то может быть вам понадобится кроме самого но джесу на самой платформы может быть вам понадобится установить там gcc make ну или там вот значит репозиторий этот пакетный менеджер ярмок да то есть вот 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 эти вещи могут вам понадобиться ярда но опять-таки коллеги тут зависит от того что вы конкретно какая ваша цель всего этого дела значит еще раз у меня задача установить но джес платформу и собственно и собственно пакетный менеджер поэтому я утилиты для разработчика ставить не буду и так апт инсталл но джес и собственно здесь происходит установка скачивание собственно всего этого дела и установка так 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 ну что все готово готово да можно проверять так пока у меня значит что у нас здесь с роки линуксом так роки линукс комплит да давайте отправим пока на перезагрузку роки линукс сюда он минус р на 1 ядро установилась поэтому перезагрузим это все дело ну а пока у меня роки линукс перегружается то я возвращаюсь на мою убунту и так успешно все установилась проверяем пишем ноды минус в и собственно пожалуйста версия 19 2 0 все установилась дуро дальше пакетный менеджер но д пакет менеджер минус в пожалуйста 8 19 3 да тоже все установилась таким образом дальше вы можете уже разворачивать ваши приложения вот на джаваскрипте и соответственно все уже будет работать и никаких проблем не будет ну чё здорово на самом деле да все у нас получилось значит еще раз важный момент коллеги установка аналогичная для всех дебина ских линуксов то есть это дебиан это вот убунта минт вот вот все это дело кали линукс там да все это будет одинаково так ну что я возвращаюсь к моему уроке линуксу да сделаем restart session собственно уже он перегрузился так пакеты все обновлены здорово ну и я перехожу к установке для для рэдхэтов ских линуксов значит принцип сесть аналогичный единственно что мы будем уже использовать рпм но the source ком да и соответственно скрипт будет у нас уже для именно рэдхэтов ских линуксов так копируем все это дело ну и дальше просто вставляем так нажимаем enter ну и вот собственно здесь все побыстрее да и так едем дальше чтобы установить human стал опять-таки нам система предлагает вот значит установить еще инструменты разработчика это gcc там да вот мейк ярный если нужен вам пакетный менеджер поэтому обратите на это внимание и так ну что я делаю просто human стал как нам рекомендуют и соответственно вот все устанавливается опять-таки коллеги обратите внимание я работаю под рутом это важно да то есть без без суда я без суда если вы не рут то пожалуйста пишите спереди суда и так комплит здорово проверяем ноды минус в что я вижу 19 2 0 ночью здорово дальше ноды package manager минус в вершину да значит пожалуйста 819 3 таким образом у меня получилось установить вот на руки linux для других редхэтов ских дистрибутивов аналогичная установка ничем по сути это дело все не отличается так ну что друзья все получилось если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте вот можно в комментариях да кстати вот это все что я проделывал это все есть в статье на статье соответственно ссылка на статью есть под этим видео в чате поэтому вы можете не переписывать все эти команды с плохого видео плохого качества да вот а именно можно сделать control c control v поэтому собственно берите пользуйтесь следующий вопрос коллеги если вам понравилось сегодняшнее видео если оно для вас было полезным оцените его лайком ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем devops devnet то я вас приглашаю к нам на курсы все наши курсы основаны на при на принципе learning by doing обучение на практике или практическое обучение да то есть вот в таком вот формате я делаю вы повторяете соответственно ничего сложно нету надо просто брать и делать как результат вас на выходе международные сертификаты вы сертифицируетесь эти сертификаты работают в любой стране мира ну и что важно мы еще помогаем с трудоустройством большие международные компании сейчас вакансий достаточно много как в европе в штатах так и собственно в азии главное чтобы вас были знания умения квалификации сертификаты которые это дело подтверждает ну и соответственно с трудоустройством все становится намного проще собственно коллеги на этом все спасибо большое что были со мной на протяжении этого мастер-класса проделайте все это дело ну и как результат будет хороший качественный результат на этом все ассалам алейкум берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве поэтому если у вас что-то не получается то пишите комментарии я буду с удовольствием помогать до свидания я буду с удовольствием и Продолжение следует...